В субботу в час дня начинался хоккейный матч СКА Динамо, а в 4 Зенит открывал футбольный чемпионат на Петровском. Красавец Ледовый дворец всасывал в себя толпы болельщиков, многие из которых были не только в шарфах питерского СКА, но и в цветах Зенита. Да, мы и туда ходим, и сюда. Как команда стала играть, так люди пошли. Сегодня будет играть еще Зенит, так что, наверное, еще и туда поедем. А потом мы идем со всей компанией, бежим на футбол. Главная футбольная команда Питера вместе с городом переживает евроремонт. Этой весной первые грачи прилетели именно в Зенит. Грач – пачешский игрок, и властимил Петер Жела, новый главный тренер, перевесший в Зенит аж четырех своих соотечественников чехов, и был основным объектом обсуждений. Многие говорят, что плохо, что там много чехов пришло. Посмотрим, в сезон покажут. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы в Питере играли питерские игроки. Поэтому на этом фоне возвращение Родимова в родной город просто для нас... То, что Петровский будет заполнен до отказа, можно было предположить заранее. Питерцы явно соскучились по футболу. И вполне ожидаемый плакатик «Зенит до того» – это все познания наших в чешском языке по хоккейным воспоминаниям. В качестве посильной помощи могу добавить еще пару необходимых зенитчикам фраз на чешском. «Мит хэми гол», что означает «нам нужен гол», и «Зенит буде мистрем», то есть «Зенит чемпион». Утром работники стадиона вкупе с приданными армейскими подразделениями завершали подготовку. В стартовом составе «Зенита» оказалось три чеха – защитник Хорок, полузащитник по-чешски, заложник Мариш и нападающий Гартик. Забегая вперед, скажу, что все они смотрелись очень неплохо. А эпизод на 13-й минуте заставляет поверить, что европейская культура контратаки уже привита главным тренером его новой команде. Аршавин перехватил мяч на своей половине поля, снабдил своевременной и точной передачей с пивака, который выверенным навесом помог Катульскому открыть счет. Фанатский салют получился впечатляющим, впрочем, как и сам гол. Кержаков постоянно терзал оборону гостей. Вот Чижок выбил мяч из ближней девятки после удара форварда «Зенита». Первый опасный момент у ворот Малафеева возник после штрафного удара Джамбулата Базаева. Вратарь с трудом отбил мяч прямо на Горшкова, повторный удар, и Малафеев уже ногами ликвидировал угрозу гола. Гости постепенно приходили в себя к неудовольствию Петер Желы. Подмосковный бразилец Карлос Досильва классным финтом обыграл двух игроков в чужой штрафной и наткнулся на ногу не вовремя вернувшегося в оборону Гартига. Пенальти. 150, не 100%, а 150. Он пробрасывал мяч, а его сбивали. Если мяч сыграли, другой. Рогачев уверенно переиграл Малафеева и счет сравнялся. Тут же Рогачев мог вывести Сатурн Рентиви вперед, но ударил и слабо, и прямо во вратаря. Во втором тайме, получившего травму Мариша, сменил другой чех, Ширл. На 62-й минуте Муратович пошел в обводку у своей штрафной, мяч потерял, и Ширл великолепным пасом вывел Киржакова один на один. Четкий удар в угол, и Александр открыл счет своим мячам в этом чемпионате. Сатурн мог сравнять счет. Рогачев после паса Горшкова бил поворотом, Малафеев снова сыграл ногами, Рогачев сумел перекинуть бросившегося на мяч вратаря, но ни Амаака, ни Досильва к мячу не успели. Петер Желла даже снял плач, хотя холодный ветер совсем к этому не располагал. Концовка получилась нервная. Сначала вышедший на замену в составе гостей Идальго, с неистрастом Дон Кихота, как мельницу атаковал Киржакова. Затем за пол в центре поля получил вторую желтую кирицы. Зенит остался в десятером, но шла уже 90-я минута матча. Финальный свисток и понятен восторг тренера, игроков и зрителей. Есть первая победа в чемпионате. Что предопределило результаты этого матча? Сумасшедший настрой, поддержка зрителей, командная игра или что-то другое? Все, что вы перечислили, все суда входит. Что сегодня особенно получилось, как вы считаете? Я думаю, что самое главное был настрой, и он сохранился на весь матч. Я думаю, это и принесло нам победу. Ощущения, наверное, всегда будут приятные, потому что, ну, вы понимаете, что лучшие годы, наверное, здесь были. И приятная атмосфера всегда играть на Петровском. Это болельщики, это полный стадион, это дополнительные, ну, как говорится, и силы, и эмоции. Все это, ну, интересно играть.